Патрульная полиция, которая следит за порядком на дороге, отвечая за безопасность населения, каждый день сталкивается с множеством разных ситуаций. Иногда необходимо проявлять решительность и действовать быстро, даже если жизнь в опасности. Наша съемочная группа на один день сменила корреспондентскую службу на работу стражей порядка. Мы были бок о бок с патрульными полицейскими и знакомились с подноготной их работой. Ежедневно по автодорогам Астана-Петропавловск, Кокшетау-Омск и Кокшетау-Адбасар проезжают сотни автомобилей. За эту трассу отвечает старший инспектор батальона патрульной полиции Бекбулат Кусметов. Его рабочий график начинается с 6 утра. Табельное оружие, жезл и видеожетон – все это должно быть при нем с самого начала дня. «Выходим на работу в 6.30, приезжаем на работу в 6.45, в 7.30 начинается развод, выходим в 8, с 8 до 8 часов, наша работа – 12 часов. До тех пор, пока мы не приедем в вечернее время и не сдадим патрульные машины, будет 9 часов. Идем домой к нашей семье – это уже 10-11 часов. И уже начинается подготовка ко следующему рабочему дню». Бекбулат Кусметов родился в 1989 году в Ильхановском районе Североказахстанской области. После окончания школы в 2007 году поступил на факультет управления движением Политехнического колледжа города Астаны. Он первый патрульный полицейский в своей семье. Трудовую деятельность начал в 2013 году. «Работа интересная, но трудная. Летом жарко, зимой холодно. Многие думают, что мы выходим утром, садимся в машину, весь день ездим туда-сюда, вечером возвращаемся и работа на этом закончена. На деле работа тяжелее. Люди тоже разные бывают». По словам Бекбулата Тулигеновича, на пригородных дорогах водители не соблюдают скорость. Таким образом, они рискуют своей жизнью и жизнью других. Отметим, с начала года в регионе зарегистрировано более 7 тысяч нарушений на автодорогах областного и республиканского значения. «Утром сопроводили 30 легковых и 20 грузовых техники. Сложность заключалась в том, что они пытаются обогнать сопровождающую машину, то есть меня. Начинают друг друга обгонять. Как только что видели, хотя и плохая видимость, нет, не видно встречки, встречного транспорта, они все равно выезжают и все равно начинают друг друга обгонять. Буквально недели две назад, когда было сопровождение, когда дорога только открылась, от Чущенска до Астаны, по новостям везде показывали, во всех социальных сетях писали, что произошло массовое ДТП. Это массовое ДТП произошло из-за низкой дисциплинированности, из-за того, что один начал другого обгонять. Либо первый, либо третий водитель не справился с рулевым управлением, из-за этого и произошло массовое ДТП. Если бы ехали, все видят прекрасно, что плохие погодные условия, к сожалению, гололед имеется. Если бы все соблюдали одинаковую скорость и ехали бы, соблюдали определенную дистанцию между собой, ничего такого бы не произошло бы. Это все исходит из-за того, что все спешат, все нарушают, все пытаются быстрее куда-то доехать. Резабек Есимов является коллегой и учеником Бигбулата Кусметова с 2022 года. По его словам, Бигбулат Олегенович – опытный специалист, который следит за соблюдением всеобщего порядка. Как командир могу сказать только с хорошей стороны, где нужно поддержит, где нужно подскажет, где нужно строгий, где нужно добрый, хороший человек. Знающий хорошо свою работу, отличный специалист, отличный командир.